Всем привет! Некоторые знаменитости многие годы боролись с онкологией, а для кого-то это была внезапная болезнь. К сожалению, в случае этих артистов рак победил. Давайте вспомним звезд, чьи жизни в 2022 году унесла онкология. Новость о смерти 40-летней Евгении Брик большинство поклонников и знакомых повергла в шок, ведь актриса вела борьбу со страшным недугом в одиночку, не посвящая в подробности друзей и коллег. Девушка с молодости очень боялась этого диагноза, так как от рака умерли ее дедушка и отец. К сожалению, заболела и сама Евгения. В последнее время актриса с мужем Валерием Тодоровским и 12-летней дочерью Зои жили в Америке. Там она проходила и курсы лечения. 10 февраля 2022 года Евгения Брик умерла. 5 декабря умерла американская актриса Керсти Элли, которую многие зрители помнят по старым добрым фильмам, например, «Двое я и моя тень» или «Уж кто бы говорил». На протяжении многих лет Керсти вела борьбу с лишним весом. Актриса страдала от обжорства и быстро набирала килограммы. Потом впадала в депрессию. В итоге рушилась ее карьера. Далее она бралась за себя и худела. Участвовала в шоу танцев, выпустила книгу «Как потерять свою задницу и вернуть себе жизнь». Но потом опять поправлялась. В 2021 году Элли решила худеть публично и показывать результаты в реалити-шоу «Большая жизнь Керсти Элли». Актриса мечтала сбросить как минимум 30 килограммов и вновь влезть в бикини. Но внезапно актрисе был поставлен диагноз – быстро развивающийся рак толстой кишки. За несколько месяцев недуг победил 72-летнюю актрису. 5 декабря она умерла. Об этом сообщили ее взрослые приемные дочери. Актрису Александру Яковлеву многие хорошо помнят по советским фильмам «Чародеи» и «Экипаж». Позже в актерской карьере была большая пауза. Яковлева занималась общественной и политической деятельностью. А в 2016 году она снялась в новом фильме «Экипаж». Яковлева мечтала возобновить актерскую карьеру. Но, увы, в 2017 году ей был поставлен диагноз – рак груди последней стадии. Почти пять лет она вела борьбу с онкологией. Прошла 20 курсов химиотерапии. 1 апреля Александра Яковлева умерла. Американская актриса Ники Эйкокс, известная по сериалу «Сверхъестественная», два года боролась с лейкемией. Ники прошла несколько курсов химиотерапии и перенесла пересадку стволовых клеток. К сожалению, 16 ноября Ники умерла. Ей было 47 лет. Актер Сергей Корякин умер в 50 лет от рака языка. Полгода актер боролся с болезнью. Прошел несколько курсов химиотерапии и лучевой терапии. Под конец Сергею было тяжело дышать и разговаривать. Но даже в таком состоянии он отыгрывал спектакль на сцене. И зрители не догадывались о боли, которую он испытывает. 28 апреля Сергей Корякин умер. Актриса и певица Оливия Ньютон-Джон, известная по мюзиклу «Бриолин» с Джоном Траволтой, 30 лет боролась с раком груди. Впервые рак был диагностирован еще в 1992 году и успешно пролечен. А в 2013 году рак вернулся и распространился уже на позвоночник. Оливия все эти годы посвящала себя решению проблем онкологии. Создала Центр исследования рака и здоровья Оливии Ньютон-Джон. Умерла актриса 8 августа в 73 года в своем доме в окружении семьи. Больше года с раком желудка боролся Александр Пономаренко, один из известных братьев-близнецов-юмористов. Диагноз был поставлен неожиданно, после того, как Александру стало плохо после одного из концертов. Ему сделали операцию из-за открывшейся язвы и, проведя уже полное обследование, выявили рак желудка. Печальную новость Пономаренко долго скрывал от близких, в том числе и от брата. И уже когда прошел несколько курсов химиотерапии и сильно похудел, брат все узнал. Рядом с Александром все время его лечения находилась жена Анна. Супруги верили, что они победят болезнь. Но, увы, 24 декабря в возрасте 55 лет артист умер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова